Девочка-пай 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 потому что все было базировано на политическом делу. Я думаю, это не только политическое. Я не могу смотреть на политическую ток-шоу, комедию или так далее. Мы имели эмиссии связанные с политикой. Когда был ясник Дутин. Да, да. Павел песню. Не знаю, даже я. Но это то, что говорят, что остальные люди могут вспомнить. Знаешь, как это сейчас «зицер». Когда ты не знаешь, когда видишь, что ты упадет слушанность, и вредность, идем по политичарям. Это сигнал, где ты делаешь рейтинг. Так что мне сейчас стало немного больше мучно, чтобы говорить о политике. До свидания. Не потому что ты меня как углашили. Знаешь, я на самом деле не знаю как раньше. Немогуще, что ты кричишь, не дотачивайся от этого. Но и правый притисок сам осветил только на БДВ-2. Доступим до БДВ-2, задрожатся еще на ментальном расстройстве, но лично мне, но и много людей, которые всегда были в фазону, слушают вас. У того времени, и это, от 7 до 10. Да. Менялись, и от 7 до 10. Удивительно, не было пропустили, случайно, отлазок до после, и даже на после, знаю, Да, я знаю, что вы уехали, и овои пусть и дар мар. Откле? Толико инспирации. Это, я думаю, невероятно. И из дана у дана, ты изненадите. Знаешь, как там, как олли. Данас было, люди, оно что я сказал, редко данас, да се искренне смеют. Я считаю, что это искренний смех из души. Знаешь, я про некий день слушаю, и сам, как кретин. Знаешь, ты не знаешь. Затекли, как кретин, я смею. Мне это большое спасибо, как тебе объясню. Нема были поручи от людей, которые говорят, что я должен паркать машину, чтобы не смею себя. Знаешь, это тебе огромный комплимент, что ты работаешь. Цель, это, что ты смеешь этот народ, чтобы снова создать его, не такую ложную, позитивную энергию. Но я думаю, что они очень хорошо знают, что действительно нет. Знаешь, ты не можешь превратить слушающего и слушающего. Ты можешь быть неискренен в целом истории. И кто-то смотрит это. Потому что нет какой-то выбор, как сейчас случается с гомилом, поплавом реалити, программами, которые не мешают нише, а зародируют гомилу пара, а выполняют время. То есть ничего не пометно слышать, что ты не смеешь. Ничего не смеешь. Но то, как мы получили поручу, и то, когда тебя смеют люди на улице, и когда ты смеешь искренне. Знаешь, в начале, мне это вредило, как видишь, что мне смеешь, что мне смеешь, что я как будто смеешь, а потом понимаешь, что люди желают смеха. Знаешь, это, что... Это действительно большой комплимент, как ты смеешь. Но как ты смеешь, как ты смеешь, не много филозофии. Первое, нужно быть слишком молооблестным, чтобы все это вернешь к смею, и чтобы смеешь, и к своим недочкам. Потому что это никто не знал, когда это было тяжелых моментов в моем жизни, как у меня был маратом, в моем, особенно, когда никто не знал, что я переживаю самые тяжелые моменты в жизни, а что смеешь при том людям. Не скажу, это мастерство, потому что я так любил то, что я делаю, и я так желаю, что эти люди чувствую и веселую, и я забываю свои недочкам. А ты смеешь, а ты смеешь, и ты видишь, как мы живем в стране. Я верю, что это было хорошо, чтобы ты спросил, что я из Швеции. Где ты смеешь, что происходит в Швеции? И вот, кто-то пил, и выгнул из пляжи, и... Ничего другого. Это очень много инспирации, но, конечно, я бы хотел, чтобы ты достичь в времени, когда будет очень дешево. И не забавно с вами, понимаешь, что я слушаю радио, потому что я просто это чуешь немного. Когда мы договорились за интервью, мы слышали в том период, когда я позвала тебя, ты сказал, что я готовлюсь. И это было очень интересно, потому что я на начале интервью с тобой написал, по мне ты мастер импровизации, но я слышал, что есть очень серьезная подготовка в каждой эмиссии, и без подготовки ты не уходишь в студию. Да тебе скажу, что импровизация без подготовки нет. Я могу не искусство да изгурам эмиссию, да не приправим нищу, но за что я должна быть ухватом, чтобы я мог бы импровизировать. Конечно, я не читаю тексты, не учусь на память, и так далее. Я занимаюсь стендапом, я писал сценарий для стендапов, и люди, которые тоже занимаются с тем. Но импровизация без подготовки нет. Что мне значило? Что мне нужно? Что мне нужно? Что мне нужно? Да ли это политическая тема? Да ли это животная тема? Да ли это глупые мужские отношения, которые пали наше публики и так далее. Но мне нужно иметь что-то, как некую водичку. И очень тяжело найти эти темы, и очень тяжело, что я сейчас смислим из того, некую контуру. Да, то меня занимает из дня в день, и еще в то время, когда ты был на радио С. Ты и Мари. Да. И сегодня, я не помню, что ты работаешь на Градском 102. Да, да. И с бракос, мы международили, позвали, что им им помочь ему со мной. Он же скоро работал на Лагуне. Помают им мы будем работать соедично. Мы были были все вместе. Мы не знаем, дуго, что мы вместе с немаленько дугодичными мы знаем все, сейчас мы познакомимся друг друга. Я приглашаю ему, чтобы работать вместе на проект. Удоблено нам это будет. Удобный программ будет от 21. септембра. Он сейчас на годыщем обмор. Он единственный радиоводитель, который в сезоне возьмёт годыщий обмор. Так что я сам приглашаю сам и завершу с эмисием, после поднём. Может быть, мы можем оставить эту эмисию под этим именом. Не важно. Но мы начинаем делать разгибание под именом. Разгибание с Даратом и Бракусом от 21. септембра. От 7 утра до 10. Твои хит радио! Грански! Дакле, позива Мају да унесе рибу. Ово је најболји део. Извини Мају, ако сам звучал просто. Мају, дай рибу. Усликайте те три дивни рибице. Зашто је једно и поломљено реп? Неку се играла у ходнику, шта? Није могла да стане у врећу. Сад овој моменту позивом экзекутора да уђе. Јер опет она је дуганја. Причали смо о Радио С, о менталном разгибању. И само је јеш је 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 јеш је питати саму за тај део. Шта се десило? Како сте се уопште разишли ти и Марија и како је је предстала та сарања са радија? Пичамо о БДВ2. А с С? Да, да, да. Ви сте завршили на С. Није вас одједно било. И одјде се появили на БДВ2. Не, не шако. Пази, има ту један део мали између тога. Фрни мали, Бога ми од години у дана. Ми смо здравшили с Сом, је сме имали ја несправзум око угоора на ових. Значи, нисмо отишли је смо цензурисани. То је, у ствари, било досто прића, извини, да сте ви цензурисани, де зато сте ви пречинули раз. Не, са радијом С абсолютно никакве цензуре није било. Било је не слагање око угоора, око далје сарадње, око погледа на то, како ће изгледати радио или будућност наше емисије. И ја нисам тео да прихватим то. Наравно, ми смо се разишли, довиђење, пријатно, и то је то. Ми смо ода направили своју продукцију, која се вела Дармар Централ, взели ментаро згибавање и адаптирали мој подрум овде, у крају, у Батевници. А иначе жијиш у Батевници. Да, да, ту сум. И гарађни део адаптирали. Добили помоћ од покојног власника Делта Радија и Делта Телевизије Дѐукића Дагана. Коју је, на жалост, недавно премину. Нјему сам, остао, пра да ти кажем, врло захвалан, ала нисам се видали, нисам стигао, нисам знао да живот, у животу не знаеш шта носи дан, шта носи ноћ. Он је млад човек, релативно, то је то 50 година. Та че је, на жалост, напустио за нас преравно. Али да ни било нјега, никога не бисмо дошли на ту идеју, тад пионетски тада подухват, да нашу емисију ремитују станнице по Србији, да продајемо нашу емисију, буквално само нашу емисију, не да правимо интернет радио, буквално то, да нам је оправимо чој, да нам микрофон. Значи, помогао нам је не видђено. Ми смо само узави да адаптирамо подруг, буквално, својеручно, ставили ламинат, крећли и све то, ја глятаво зид, ја везе, нямам се с животом, толку ме смежа ради, разумеш, когајам јам 50 од тих мујских послоја, на жалост. Па кад је пазила за кога се удаја. Сваја. Па шта је готово, 15 година, ако сад се разводи, шта да кажем? Пуно среће. И направили смо ту, мали тај студио, кренули дадимо тако растерећене, тако добро, заја ми сами своји газ. Окренували смо браје телефона, имали смо те акције, очите да емити је те разгивање, очите емити је разгивање, вси су прихватали. На краје смо успели сакупимо 24 радиостанеца, од којих једна одустала, зато што је увредила песна од Баба, због ролна и толед папира, они су нам отказали, и 23 радиостанеца остало, вклюћујући радио новости из Дограда. Тако да смо семитували годину дана. Јвай да, сећам се то на радио новости, то ми је било и сто 147 било. Јесто. То је управо тај момент, они су ремитували наш програм, вси смо запосилили новостанеца. Да да, ја сам истер. Ако види ова двојца на новости. Я кући сићам, я кући, сићам, буквално ни степанец, у пиджами, већ како сићамо, шармелјави и никакви. Маје дође, кренемо програм, ја диджеј, и преко Брод Каспера бачимо на линк, они превозму. Знаеш што је било? Генијал, нисам напуштао кућу годину дана. Вераје било. Јасам стокјева, я овакав, са метар и желјом да порастам. И супер је било. Зарађивали смо одлично, шероји су откакали новостанеца. Они су буквално дошли до десятке, а кренули су буквално, од нула кома нешто. Значи, зајеса смо од нуле, кренули сви заједно, и њима свака част на подушци, и зајеса су били врло и колегијални, и тимски. Баш је било добро. Никакви спутавања, баш је било супер. И овај, 20 родни станеца по Србије смо, фактически смо били нацијалну покривеност, на неки начин. И суперсно зарађивали. И онда се десило, десио пози БДВ-2, да ли желимо да предђемо код них. Било је ту преговора, намного, јако тешко је то било, што кажу, глед, јако тешки су преговори. Да, тешки су преговори. Политићки. Било је около оваја преговора, да се налажимо, јаспо ми зарађивали много добро, и зашто бих я са прелазио негде, као на нешто горе. Значи, онда да бар предђем на некий егл, као на неку ту пречу, и да ми некој не угрожува моју слободу. Опет, повучени искусством СЕСа, направили смо уговор кој је, као Христијано Роналду, та што се зна. Значи, буквално, озбилен уговор, у коме било све децидно обишњено. Ми причамо ото и то, не може неко се меша у садржај. Океј, они били в музику. Која песме важи, али ми одређувамо кад се пућти, и колико их има. Океј. Значи, до таквих танчина је било уговор, да је то било, не рамо, оно, како книга је било уговор. Оно устрали шутка, да смејам данас да обучам ово је? Све било. Уговор је било све. И били смо задоволни новцем, који смо тамо добијали. Сад да нотрикамте делу уговора, не би смео, вероватно. Али смо били задоволљни. Кајули смо од првого месеца, пуу, ото ме је скочило. Они су заиста вложили у рекламу, не могу да грешим дошу. И у почетку је све било супер. Као да, прескочил сам је јео. Било ми је тешко да саопштим партнерима тадајим да је је напустити. Имао си двадесет и... Двадесет и двадесет је останнице. Фактички сам... Я сам минуће, дан-данас кајам због тога. Я сам тражио преко Леба Погача. И то је оно што ми је... Мене је било желјо да работим за БДВ2. Я сам некако идеализооо БДВ2 као и телевизију, као радио. Као Фари више радио, него телевизија није занимала. Никако толико колко радио. Иде ти е сад тај БДВ2. Да, да, ето ти га јасата. Ето ти сад БДВ2 радио. Али... Нисам се полакомио толко за Ловом, толко за тим изразалом. Као... Моја цело желјо било желјо да работим за БДВ2. Као улазим нешто на хејаће. То је то као. И онда сам тако и објашњаво. Партнерима, овим лјудима, клиентима, пријателима. Наравно да их... Несу били рано одрушни. Ипак... Прво од њима су пропаћени програми, планови, спонзорства. Није баш да сам исполк корекцион ту. И кајам се... Због тих ствари, јако ми је жао. И никогда не сме... Ја се довико в животу будем почтан преме људима, а онда сам учинијо направио корак, који је упропастио 23 радиостаница, међу њима и мноје запослење. Многи станеца више не постоје. Од тих радиостаница су пропале. Финансиски је. Србија је толико силомашна да је то страшно. Нема људи да плате 5000 динара. 5000 динара. Станица радио нема да плати. Ми спо неким радиостаницама дали джабе емитување наше, не знам дали Бујановац плаће нешто, дали ништо. Добијали сте и нешто из Бујановца сибора? Ишло је преко Бујановца до вас? Не, оно као... Емитур каже, нема, оке, ние проблем. Заразијали смога спонзора. Тако да ние проблем, сад не запће ми ништо толку, сад да ми они плате. Кажем ти, туже нешто, нису имали да платини толико. Не само они, многих. Више би нас емитувао. Дакле, после... Рад је из Гараже, точније, бродкаст је из Гараже. Да. Прешли сте на Б92, јер, као што си рекао, то ти је била велика желја. Јес, то била велика желја и било је супер. Баш и реклама. Мислам да се свуда налазио билборд са нашим главуджама. Баш је било оноко интересантно и је шло је добро. Не могу да кажем, и заеста, и рейтинци су били супер и све је то супер. Не је је да кажем како се завршило. Завршило с тако како се завршило. Али то је за радио саду? Причам само о радио? Да, радио. Ти си после радио јо ТВ фазон? Ми је на моменту, као оно, дошли до тога... Или боле да кажем, покуша? Паа, било је гледано је. Било је гледано је. Било је било је гледано је. Било добре, зато је било је двоја, да. И унијаш да репризираю. Да, да, репризираю. Од јутра до мрака почеје поново је је. И се јавњу по крају је, си им ќе је сам препознајо. Мама, ево глядарко је на скибавање. Он је смешан. Аааааааа, како супер. Да, ми је почиликају како телевизију. Хайде да упораду, направи се нешто. Дошоо продуцента, ао је реко као да правима нешто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова И как версия этого, было хорошо, очень важно, но мне это было совершенно необычное. Это то, что люди, кто никогда не работал в медиа и не понимают, что здесь есть разница между радио и телевизией, где у тебя есть больше свободы на радио. Много больше. Радио и мама. Нет, да. Смотрите, как я смогу спать. У меня много работы, у меня есть много для меня, понимаешь? У меня есть много оборотов. Знаешь, что есть? Смотрите сценария, не мое, стоп, иди, мы снова. Да, кто это, чтобы тебя с этим не делали? Я люблю, чтобы идти и... Я сказал, что я пытался, я даже ошибался, но... я видел, что ты сам... Нет, я не хотел. Я не хотел. Ты думаешь, что это был один из, может быть, ошибок? Подожди, я сказал, что это ошибка, но сейчас, когда я смотрю, какие эмиссии правят и что они работают... Это не плохое, когда я смотрю на репрессию. Это супер! Это гениально! Потому что это, знаешь, я вижу, что правят, что это эмиссия. Я желаю делать эмиссии, как те страны, типа, Дрити Джобс, Топ Гир. Наверное, это огромное... Если ты получаешь что-то для Топ Гир, это не проблема. Как счастье! Эта эмиссия, это внутри... Уредник младен. Да, мне сказали поруки. Как я, как вам эмиссия, как вы комментарииете клипы. Иди, братцы, ты писали памятнее. Потом, когда я сказал, что я не хочу больше клипы, чтобы я комментарии, только от таких порук, которые я читал, а я читал их гомила, в конце концов и успешнее видео в Мерлице, в одном из данных форматов. Я говорю, давайте мы делаем фору, и с собой мы копируем его ледяга, как он называется на ютубе, велика звезда, он же Француз... Рейми Гильярд. Рейми Гильярд. Давайте копируем его фазоны, для того, чтобы мы проводили, когда мы снимали, и в доме, и в доме. Это было ненормально тяжело снимать, мы работали даже и это. И тогда было бы, а лучше комментировать клипы. Лучше, что я не работал в ТВ. То есть и она фаза, когда ты работаешь в ТВ. А лучше делать в ТВ. А что делаете сейчас в ТВ? Да, только что я делал в ТВ. Только что я делал в ТВ программу, было бы, а лучше оставить в ТВ. А пока я делал в ТВ, а пока я делал в ТВ. Так что не можешь удовольствовать людям. Но когда я закончил ТВ, так как я закончил, мы начали с ТВ программом через ночи, мы сказали, что не можешь работать больше. Я работал в ТВ. Я не работал в ТВ. Это мне понравилось. Что ты работал в ТВ? Я закончил графический дизайн. Я и супруга открыли маленькую компанию, Арсен Лупига. Мы начали делать родственники. И они могут найти родственники? Да, да, да. Дай немного рекламы. Да, Арсен Лупига. Я не люблю это. Я не люблю это, как моя родственница. Я не люблю это. Я работал и делал каталоги. Я работал китайские китайские, немецкие китайские. Я работал для игру. Не знаю, что я им не привыкнул. Мы были до времени еще один стол. Это был очень здоровен. Мы дали еще что-то штанду по Миксеру. я продавил ее на лаце. Главное, это было на графический дизайн. И я работал в стенд-оп. Да, это очень интересный и очень популярный в последнее время в Србии. Только что они так опасны с этой аудицией. Люди пришли... Меня зовут Тип, как я делаю Сомборчин. Нет, нет, нет. Я не слушаю. И как бы, я бы, что ты и мне делаешь аудицией. Несколько видов. Я думал, что видов. Вот эти аудицией работают. Они приедут мне 20. Они приедут мне 20 минут. Я не слушаю. Это будет тысячи. Нет, это пипер. Это не стендап. Я делаю это человеком. Скажите, сколько тебе это? Я скажу, 50 минута. Сейчас ты меня на плаву. И это так, чтобы ты импровизируешь. И он говорит, что ты это два часа. Двое утро. Так что они меня спрятали с моими глупыми словами и об отношении жизни. У меня есть паска и глупыми словами. Я могу избавиться от этого. И тогда я остановился. Я ждал этот зимский период, когда люди ввут внутри. Это летит, действительно. И я начну с этим. И я начну с этим. Скажите, что это ключевое для стендап? Комедия, несмотря на то, что многие пытаются и многие не успевают. Папа. Как ты говоришь? Я не знаю. Я... Знаешь, когда ты закончишь, ты такой... Так, это очень важный. Да, я не знаю. Умор очень тяжелее. ты очень тяжелее сменять человека. Но, ну, мы, допустим, Я могу начать, когда я рассказал вам это. Я расскажу вам это. Когда я рассказал вам, как ты вошел из Б9 2. Например. Умор очень веселый. Это очень удобно. Я смотрю, Луиса, Цикея, Ника, Сварцана, которые я очень рада. Марка Марана с радио. И когда ты смотрел, как ты делаешь интервью, это очень удобно. Но это очень удобно. Это очень удобно. И когда люди слушают свои звезды, ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что я упрощаюсь. Да, конечно. Я не научился и не научился. Я действительно очень хорошо упрощаюсь, но я тебе говорил, что я очень много успехов. Я уже есть опыт, когда я могу наставить даже эмиссии, когда я смотрел на тот день, я могу показать эмиссию, но даже не нужно. У меня нетерпения. Да, нетерпения. Я смотрю на место. Это было нормально. Отлично. Вы это все, иногда. Такое и с теми. Стендап не может быть измотанным. Я стою и говорю в микрофонах. Стендап – стаб. Ты в стендапе произносишь стаб. Ко нас это ошибается. У нас все рассказывают какие-то слова. Потому что Андрея Милошевич произносит стендап. Ты понимаешь? Я думаю, супер. Он является комиссаром. Я не могу сказать, что он не смешен. Я не знаю, что он является комиссаром. Но я не понимаю все это. Я слушаю это годы. Есть люди, которые очень любят и слушают это. Ричарда Праера, которым я удивлюсь. Потому что я работал третий. Который в стендапе. А если ты не видел это, то есть 70-е годы. Нет, ты не можешь говорить больше. Ты имеешь Ричарда Праера? Санцет Булевард. Может, ты скинулся на Торренту. Ты смешен. Он не смешен. Это не мастер. Это как рассказы в комедии. Это не так. Мы считаем стендап комедия афоризм. Мы думаем, что мы следующий. Мы думаем, что мы следующий. И там есть и эта форма комедии. Но это не то, что не то, что стендап. Он говорит о том, что он говорит. Он говорит. Сейчас я вспомнил. Я смотрел Майк Дайсон как стендап комиксер. Он был мотивированным. Он смотрел на HBO. Да. Он был очень мотивированным. Но когда он смотрит, они мертвые должны смеяться. Что это? Булдог. И поэтому на этом канале у нас есть хороший стендап. Луис Си Кей. Он был мотивированным. Он любит бизерный комиксер. Он как грозит люди. Такой мой стендап. Я люблю грозит люди. Но здесь люди не смеются. Здесь люди не смеются ни на что. Это меня не верит. Когда я говорю, ты спрашиваешь, он смеется. Что тебе смеется? Как же это должно быть? Ни разумеет. Ни разумеет. Ни разумеет. Ни разумеет. Ни разумеет какие-то вещи. Ни разумеет. Ни разумеет. Более не доходи на моем стендапе. Тут есть без лаке на езика. Потому что на стендапе ты должен описать вещи в том, что они не существуют, без увлечения. Из-за того, что есть стад. Это не может быть политика. Я, в начале, когда я был скринут с программа, был бесан. И каждый мой стендап был политичный. И тогда я понял, что это самый успешный. Когда мы говорим о своем жизни, о детстве, о семье, о родителе. Здесь находится. Здесь познакомиться с себя. Когда я был спустен девушкой, без рыболовочных рассказов, 20 истините. И тогда я еще разумеет. И тогда это будет очень интересным. И это очень интересное. А это рассказать о том, что это не стендапе. Это не стендапе. И только ты говоришь, что я рассказать о том, что имитировать животные, и если я могу, что-то превращаться в что-то. Нет, я не знаю. Я не знаю, что-то. Так что, я рассказываю о тех, кто-то, что-то, 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 на пушкане, что-то, что-то, как я имела на Сомбору. Ты видишь, когда люди идут измены? Брад, страшно. Я, с микрофоном, петчетте? Риба, как, смараш. С ума сетки, 10 людей. Ты должен быть оттенцией. Ты мне fragался? Да нет. Это клуб в котором ступени родной, клавиатуристы, Лака Лукас и то. И тогда я пришла. Где ты, как ты? Так что, я полностью расшивался в клубе, Это было ужасно. Я прекратил наступку после пола часа. Но он играл и нечто. Я не могу верить, какая ситуация. Я ждал дома. Это было место, где я переживала много публики, зеленый, новый сад. Было хорошо. Белоград миксер. Миксер был много. Вентилус. Это был маленький локал. Сахинич Бана. Капета Мишино. Он был много. Мне было хорошо. Уживаю. Уживаю, когда я был в контакте с публиком. Особенно в стендапе. Это было очень круто. Там есть кто-то из тебя. И тогда ты говоришь какие-то тексты, которые написали. Очень тяжело. Тексты хорошо написать в стендапе. Уживаю. Наши локалисты. Вы пишете два текста в месяц. Например, один Луис Цикей. Четыре годины. Четыре годины и один текст. Я пишу два раза в месяц. А что я? Более от Луис Цикей. Нет. Они не нормальные. Знаешь? Они не нормальные. Как дай новые фори. Гащич, helicopter. Метни. Когда они начали советовать. Да, да. Я не думаю, что нет. Да. Я это глупо. А ты работаешь за лову. Это еще и один. Который день начинает пить воду, чтобы ты могла сделать какие-то деньги. Но он бы тебе за 150 евро, а если можно, два и пол часа, разручать. До бенда, которая выйдет потом. И песни, которая выйдет из Касидола, специально за это вечер. Разручать, пока они не выйдут. Знаешь? Да, да. Да, да. Кто может два часа, а что, два часа? Он говорит, а ты работаешь в воде, а списи что-то. Да, ты знаешь. Это твоя работа. Я желаю, позову меня на корпоративные промоцины. Они приглашают меня. Они платят все, что-то. И они мне говорят, что-то не списи, а что-то будет смешан. что-то смешан. Да, это хит. Да, да. Такое, что-то начало, что-то меня отвлекает, и я не верю, что я должен быть смешан. Я хочу быть смешан и я хочу быть в воде, но я хочу быть смешан. Я хочу быть смешан. Я хочу быть смешан. «Айди, ты сейчас, мне нужно…» И все смотрят. Знаешь, я не могу быть смешан, но я не могу так, айди! «Айди, ты знаешь, да? Сейчас смешан». Так что, что-то я тебе говорю. Я-то и живу. И тогда, Градский работал. Спасибо Богу, что, что-то, 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 что-то нет. Ничто не цензова. Я делаю об этом, что я слушаю эминию, и видно, я и сам и передаю, что-то, что-то хочешь. Я забываю, что-то не предвариваю. Я приведу на кем-то, что я посылаю с ними. Я думаю, что это у нас недо packets, а не дает персон, если мы поедатые. Так как-то дает упражаться, это не можешь У меня есть звезды, такие и они. То есть, теперь ты спрашиваешь, как ты став по вопросу о реальти? Как это сказать? Я не смотрю ни один. Я смотрю на улазок в дом, у меня брат, мой брат, мой брат, мой брат, и я помолил меня как он будет как руководитель, поскольку я предпочитал, как руководитель. И, конечно, у нас есть какая-то катастрофа. Знаешь, что я смотрю? Знаешь, я не смотрю это, но мне нужно из-за психологических профессий. Да, это был мой цит. Когда я ставил, изучают, это и психологический каннибализм. Знаешь, он социально исследует. Лаже, лаже и смотрит. Бракус бар не крива, он смотрит в каждом вечером. И сообщает мне, что это реченец, которую кто-то сказал. Эй, стания, это стания, не знаю, кто-то там. Она сказала, это и это. Не важно. И, слагобит, я бы сказал, что никогда не смотрю, что никогда не смотрю на реальность. Но это наиболее вид заболевания, который, кажется, превозрежден и в мире. Ты видишь, что эти реальность программы эмитуются на ш-каналах. Значит, она, Кардашиан, не идет на ABC-у, или на некой особенной телевизией, на BBC-у, или не знаю ни о ваном, но это на некой шрри-левизии, которая имитает это. Значит, кто это смотрит? Кто его знает? Кто это смотрит? Кто это ingredient, кендаров, кто это говорит? Я знаю, потому что я слушаю все, и я вовремя сопровождение. Значит, я не служу ее. А как выясни, слушатель или слушатель? Ага! Видите его – не смотрит, а он знает все. Да, все. Я знаю. Он знает все о Кардашиане. Но я не знаю, потому что я не знаю, но знаю, что мне пишут. «А, не знаю, что такое?» Я уже получил эти сообщения. Ничего не нового. Но я гнушу эти программы. Потому что это самое ценное. Первое, что телевизор изображает, это самое ценное. Что это уложит? Не уложит ничего. Он поставил на место, привезли люди, рекламы платят, и я купил басу. Сложение сообщений, это миллионы сообщений. И тебе дали 15,000, 20,000, 50,000, на 500,000 делов. Немного интима. Я никогда не приду. Может, когда мне кто-то сказал... Дарко Митрович никогда не приду. У меня цена. Когда мне кто-то сказал, мы тебе даем много денег или купим тебя в Барселонии, в Шпании, когда я селился там, чтобы жить, я бы пошел... Не фарм, правильно, где-то, в канализацию. Когда была канализация, а в реалити, я бы пробовал канализацию. Но тогда я знаю, почему я это делал, и тогда я бы хотел, и не пробовал больше. А за 1,000, 2,000 евро... Немного не так, это не важно. Я, как там, намештаю сламу, или, не знаю, я дивлюсь кристиновым мишечам, или, не знаю, я... Это... Это мне абсолютно сложно. Я не говорю, что я не знаю, и что мне лишь изучать историю, что мне не представить, что история первая, а национальной географии, то это не, и мне тоже, первый программ, как классика, другий программ, третий программ, четверти, БДВ-2, Два, петя, прва, шестая. Но я обязан, что каждый вечер я снимаю серии, спасибо Богу, на интернете, чтобы это не угрозит. Я снимаю серии, чтобы я мог бы смотреть. Ничего не могу смотреть. Я не могу смотреть. Это не очень интересно. Но, опять же, я не могу, потому что я знаю, как это будет, я не могу сказать, что я не могу. У меня есть люди веселые. У меня есть люди на краю края, кто это занимает. У меня есть даринский премест. Премест, программ, если ты так до культуры, есть и культурные содержания в Београде, и в Пазове, и вам, и нам, и все, где угодно, есть культурные содержания, для того, кто хочет. Да, у нас есть такая вещь, но мы решили все это. Реально, есть истина в том, что в самых широких землях больше смотрят и, как сказать, шпанские серии, и реалити-шоу программы, там, где есть больше широких. Это доказано. Когда у тебя нет своя жизнь, ты идешь. А что другого? Знаешь, ты думаешь, что человек, кто имеет свою жизнь богат, кто может быть впервые, куда идти, куда идти, куда идти, куда идти, что происходит, а кто эти люди? Так я бы хотел, чтобы жить с политиками, чтобы мы не знаем, кто нам был министр. Да, да, извините, но в немецком, все знают, кто канцеларь, и это все. Многие немцы не знают, кто им е председатель. Они знают только канцеларку. Но я знаю и министры в немецком, я знаю министры в Швецком, я знаю и северную Корею, их проблемы. Потому что это не важно. Я бы хотела жить живой, у меня дети, у меня родители, мы живем у своих маленьких животных, что мы счастливы, что мы счастливы. Я делал время у меня свой маленький север, как внутренний, и не знаю, чтобы много вещей улазить. Спасибо Богу, я никогда не был в этом фазоне. И я надеюсь, что он не будет оставаться на другую, кто знает мою семье, кто нам блесал, но он всегда будет читать историю, как книги из английского. Я думаю, книги из истории, а не английского. Компы, он всегда слушал джез. И за сад. Не дирай. Не дирай. Не дирай. За сад, что будет казни Мезда. Может, в данном доме он будет кричать, что придем Гранд Звезда, или не знаю я. Я не буду водить его, когда его водит Кева. Не могу. Сад, речи ми еще, да полако приводим к краю, что же то, что тебе, сегодня, может быть, с радостью и веселим? Искренне, единственное, только родители. Как старым, я считаю, что все меньшее, может, может, у нас. Может, не знаю, много лет, но много лет, но много лет, я прошел много. И все, что я переживал в своем жизни, и был вам и нам, но я думаю, что ты, единственное, что может, изменить, мне повлиять и повлиять. Я люблю мир, который я создавал, с супругом и сыном. Я счастливаю, я с ним общаюсь, я расскажу о всем. Я ерубану, я смотрю как он растает у нормального человека. Я надеюсь, что он не будет покровать, потому что я знаю, как у меня может быть в своем семье, но я смотрю, мою свете. Я желаю, и я думаю, что мне было сречным, что у меня есть что-то, что донесут моего нового, что мы можем жить от того, что мы можем жить от того. Нет, это луксус. Я не против за брзим клоев, за тем неким фэнси стварям. Знаешь, я живу за нормальным жизнью. Да мне это исполняло, это было. Но это будет моим, чтобы не делать ни за кого-то, но я буду сам свой газ. Как ты делаешь это? Не он в списке предызетники Эвого Дарко, па као отвора фильм, па глава оболја и то. Нет, это не просто. Все больше тяжелым, это некоторое значение. Я думаю, что это самое сложное влияние. Одно, мне кажется, что я очень много положил и на популярность, и на деньги, что это доносило. Я живу за три годы на своем жизни на высоком уровне. Я имел много, много денег. Чаак самотами, для людей, которые очень много работали, как у меня есть пар. А я работал. И тогда я понял, что когда я изгубил все это в один день, то, что я изгубил все это в один день. Срећа, па сам в жизни много пута губил и добил. И начинал с почетка. И имам яку поддержку родице. Па сам превазишал. И заиста, оно, это, оно, как ты скажем, глупо было связано. Заиста и так. Я понял, что я могу без лови. После того, что я помню, когда я получил две тысячи динара. Когда я сделаю лого, я получил пять тысяч динара. Это экстра. Я работаю еще пять тысяч динара. А до вечера? Да. Я не могу. Не купим патики, ако не коште пятьдец тысяч динара. Или... Я хочу еще одну. И мне это не достаточно. Я хочу компом. Я хочу... Нише не достаточно. Не надо понимать как ты смеешься с плохими стварами. Заиста, я понял это. Я рада, что я увидел это тогда. И больше не положил на это. Я хочу быть очень популярным. Я рада. Я даже не идти на какие-то прослеты. Пришли на эти шкупы, фэнси, открытия. Это не привлочища. Я больше живу спать в доме, я живу с женой. Была бы с женой рядом. Но я с женой рядом с женой. С женой рядом и мы едем в общем убивать. Как в воде густи. Это мне некого больше. Я на самом деле не помню, но не только сейчас. Но я понял, что все все так классно происходит. У нас есть и субь не субь не субь. Не только у нас! У нас есть так многое. В одном моменте ты побал, как ты овинул шутку. А тут только напитаешь. Даже не скоро. Что ты знаешь, что ты можешь сделать? Так что это мне. Я бы хотел бы просто привести свои газы. Небитные. Откуда, после того, как я прорезаю, гайм бонсаи. Может быть, ты веришься на семена от шлива? Может быть, ты веришься на шлива от шлива? Может быть, ты веришься на шлива от шлива? Дарко Митроид за 10 лет на неком радио, приводит на акрон. Или, из-за радио, я садил шливу, или так, что организм, не понимаешь, цветы, это, что-то. То есть, я смотрю что-то, чтобы не пропустить меня. И я пробовал, что я очень люблю читать, я прочитал за годин и по дням, что книжки. Открылся от разных лепостей. От тех self-help книг, до многих знаменитых вещей. И я понял, сколько я пропустили, что-то, 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 что-то. Как и телевизия. Ай, радио, телевизия. Что-то? Что-то? Где это было? Как еще раз. Как еще раз. Как еще раз. Как еще раз. Как купить больше телефона. Как купить пакет. Как купить много салу. Как верить. Я не знала, когда я все это потерял. А здесь осталась семья. Я не знаю. Только не благодаря, потому что это Србия, чтобы остаться без каких-то пилей. Как я скажу, чтобы я могла емать. Я не могу платить. Я не знаю. Это основное. Ничего не луксус. Я не знаю. 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 Ничего особенного. Когда ты вспоминал книги, я имею за тебя поклон. «Лагуна» «Приятель». «Емисија» и «Эву, за тебе бурилачки клуб. Он что сказали, что единственное правило что не есть об Юлии не говорится о бурилачком клубе». «Паш, ово можете протомачить. Это супер. «Борба не значим не нужна. И ударение песнице». «Я веду целый год борту». «Что сам сам со своим, что с «духови» о прошлый и остальных вещей». «Имауя я им, заиста за тебе еще не знаю, да не знаю, ни я сам колико питаец, потому что ты такой неприсуточный способ, но я думаю, что это самый лучший способ закончить эту историю с твоей историей о том, что тебя делает счастливым. И где-то спасибо тебе еще раз в этом разговоре, и я надеюсь, что мы получим еще много этого. Может, я тебя приглашаю в одном из моих видео, потому что мне нравится, что есть еще молодые и памятные люди, с которыми ты поговоришь о том, что все не так черно, как это делается, но это зависит от того, как ты видишь. У нас есть хорошая любовь в окружении. Так же нужно понимать жизнь, не все так черно. Спасибо тебе еще раз и много счастья от 21. септембра, это еще один день. Треба тебе бракусь, это. Бракусь и даре на Градском 102.2. Спасибо тебе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова